привет друзья с вами виктория сегодня приготовим вместе очень вкусные сочные тефтели подойдут такие тефтели и на обед и на ужин готовится все очень просто также я в них добавлю один секретный ингредиент и в конце я их попробую покажу какие они получились внутри оставайтесь со мной если видео и рецепт вам понравится не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал сначала нужно приготовить фарш у меня фарш говяжий 15 процентной жирности поэтому я добавляю всегда немного растительного масла у меня 400 грамм фарша добавляю сколько две столовые ложечки растительного масла если у вас фарш жирный то можно не добавлять даже добавлю еще одну столовую ложечку три столовые ложки в общей сложности рис я отварила до полуготовности добавляю его к фаршу варила я его на среднем огне в течение пяти минут ну вот такой получился из 100 грамм риса на данное количество фарша 100 грамм риса будет достаточно на блендере я перемолола две средние луковички и тоже отправляем их сюда сюда же добавляем морковь у меня две маленькие морковки я их натерла на терке и добавляю фарш морковку я натирала на мелкой терке добавляю сюда одно яйцо соль перчу соль перец по вкусу добавляю паприку добавляю орегано специи берите те которые вы любите добавляю немножко куркумы и запах ее практически не чувствуется но она очень полезна против раковых заболеваний как профилактика и добавляю сюда зелень у меня сегодня молодые чесночные перышки добавляйте ту зелень которая вам по вкусу укроп петрушку и хорошо перемешиваем чеснок я сегодня не добавляю дети не любят чеснок чесночок я добавлю в сам соус если вы любите с чесноком то добавляйте пару зубчиков чеснока пускайте через пресс чуть не забыла еще я сюда добавляю пару ложечек сметаны это по вкусу но получается тефтелистой со сметанкой очень вкусные очень нежные поэтому я очень рекомендую добавить сметанку добавляю две столовые ложки сметаны даже добавлю 33 столовые ложечки будет самое то сметана придает нежный вкус и в тельком попробуйте приготовить по такому рецепту со сметанкой получается очень очень вкусно так фарш мы вымешали посмотрите какой сочный он у нас получился совсем не сухой сметанка придает сочности фаршу и нежности тефтельки будут очень очень нежные и теперь приступаю к формированию тефтелей беру вот такую довольно объемную ложечку столовую мясо я делаю побольше такого довольно таки большого размера так формирую колобочек выкладываю блюдо то же самое проделываю со всем фаршем так на моем канале есть другие рецепты из фарша суп с фрикадельками как вкусно пожарить фарш котлеты все ссылки будут в описании под видео для удобства можно смачивать руки в воде но в принципе вот я не вижу особой необходимости и так нормально все получается на этом этапе можно уже поставить разогреваться духовку на 180 градусов вот получились вот такие тефтельки у меня те которые не поместились вниз я положила сверху сделала их немножко поменьше посмотрите какая красота получилась и сейчас мы эту красоту будем заливать соусом для соуса беру два помидора сначала убираю лишние помидоры будут перемалывать в блендере вот помидоры я перемолола посмотрим сколько у нас получилось помидоров переливаем их сюда из данного количества из двух помидоров у меня получилось 250 миллилитров томатного сока чеснок буду пропускать через пресс отправляю чеснок к помидорам сюда же добавляю 3 столовые ложечки сметаны соус посолю добавлю паприки немножко куркумы перемешаю и добавлю кипяток он здесь у меня 250 миллилитров кипятка как я сказала значит у меня 250 миллилитров было томатного пюре 3 столовые ложки сметаны специи чеснок выдавленный через пресс и 250 миллилитров кипятка приготовленной заправкой заливаем тефтели тефтели отправляем в духовку разогретую до 180 градусов ориентировочно минут на 51 час тефтели у меня запекались в духовке 50 минут посмотрите какая красота получилась сейчас я их буду доставать и подавать к столу ну что друзья как и обещала сейчас я вам покажу какие тефти получились внутри если рецепт вам понравился ставьте лайки пишите мне ваши комментарии заходите на мой канал почаще я очень рада когда вы заходите почаще и пишите ваши отзывы всем желаю приятного аппетита прекрасного настроения и до новых встреч с новыми рецептами пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok